Средства балаковских предприятий, благотворительные, инвестиционные, должны оставаться здесь. Тогда у нас город будет развиваться более динамично. И самое главное, будет развиваться инфраструктура общественная. А так получается, они здесь работают, а вкладывают в другую территорию. В другую территорию должны вкладывать те, кто там работает. И тогда будет заинтересованность. А то у нас получается, здесь уже индустриальный парк создали, а в Саратове начинают говорить. А зачем он нам? Конечно, зачем. Потому что из балаково деньги туда иду. А они должны оставаться от индустриального парка, который создается в Саратове. Вот так. Поэтому, когда вы топите там за некоторые темы критические, зачем нам индустриальный парк в Саратове? Затем, чтобы предприятия, созданные в Саратове, средства вкладывали в Саратове. А сегодня получается, часть средств, которые здесь создаются, перечисляется туда. Так, Роман Ильич? Ну, налоги. Не налоги. В том числе и в рамках социальных соглашений того же ФосАгро. ФосАгро. Да, да, да. Нет. Я встречался с собственником, может быть, в этом году. Но собственник показал. Посмотрим. Хорошо, если 30% здесь остается. Потому что я что-то с них потребовал. Поэтому нам надо, чтобы эти средства здесь оставались. И они были подконтрольны общественности. А так получается, вам всегда будет что-то не хватать. Здесь многие проекты можно реализовать при партнерстве с крупными балаковскими предприятиями. А если их задействуют на то, что саратские предприятия не собирают, а отсюда черпают, потому что тут крупные предприятия. У нас металлургический комбинат строил инфекционку, у нас ФосАгро перечислял на поликлинику, на больницу тоже в Саратов. А в Балаково на что? Проблем нет? У нас есть проблемы. Поэтому, Романович, здесь ничего личного, но Балаково должен оставлять себе средства, которые зарабатываются в Балаково. Благотворительные средства на поступившие в инфекционную больницу, они практически все либо отсюда, либо с Вольска. Но это вообще позор. Об этом речь идет. У нас что, хотя бы рубль вложил оргсинтез в Саратов? Саратовский оргсинтез, Лукоил. Он что, хотя бы рубль вложил? Он хотя бы рублем поддержал участников специальной военной операции? Ни копейки не вложил. А Фосагра помогло, Металургишки помог. Вот и все. Поэтому ничего личного. Со всем уважением и к одной компании, и к другой. Но оргсинтез абсолютно не участвует в Розите области. Не участвует в социальных программах. Не финансирует вопросы, связанные с СССР. А предприятие Балаково вкладывается. У нас инфекционную больницу строили. Если посмотрите весь объем благотворительности, это еще раз подчеркну, где-то процентов 7-10. Точно балаковские предприятия.